Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире Радио Воскресенье Репортаж. С вами Виктория Кауган, и сегодня я созвонилась с творческим директором Всероссийского фестиваля православных певческих традиций колокольного звона Истоки Маргаритой Чувикиной. Маргарита, здравствуйте, рада вас слышать. Здравствуйте, Виктория, взаимно рада слышать вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень дорожу нашим сотрудничеством. Мы с вами сотрудничаем. Да, и вот помню ту встречу с отцом Дмитрием в культурно-просветительском центре Царский в 2022 году. Говорил, наш фестиваль, надо расширяться, и вот уже через год, в 2023 году, осенью, была целая череда мероприятий разных, и галоконцерт огромный. И очень радостно было, что вот с какой-то вот большой, да, площадки, но тем не менее хорошей, фестиваль разрастает. Вижу собственными глазами. И вот сегодня я вам позвонила, чтобы спросить о фестивале колокольного искусства. Впервые в этом году «Звоны над Псковом» в День Святой Троицы. И фестиваль состоится по благословению, конечно же, митрополита Псковского и Парховского Арсения. Но обо всем подробнее. Тут целая программа и колокольные «Звоны», и мастер-классы, и концерты. Хотелось бы услышать от вас. С вами, Виктория, большое спасибо вам за то, что так выражаете радость по поводу расширения фестиваля. Я, конечно, эту радость с вами разделяю и тоже выражаю надежду, что этот рост продолжится еще больше и больше. Но прежде чем перейти к грядущим мероприятиям, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что открытие Всероссийского фестиваля православных певческих традиций колокольного «Звона Истоки» состоялось 19 мая. И у нас уже прошло немало интересных мероприятий. Помимо традиционного концерта «Мироносецкая встреча», которая ознаменовала торжественное открытие фестиваля, к нам приезжал гость из Москвы, игумен Кирилл Сахаров, в котором прошла встреча в рамках фестиваля. И, кроме того, состоялась служба по древнему чину. Это тоже немаловажно для нашего фестиваля, потому что я хочу напомнить, что фестиваль занимается не только концертной деятельностью, но также и внедрением и популяризацией древнерусских традиций и непосредственно в богослужебной практике. Поэтому вот такие службы древним чином для нас тоже очень важны. Также наш фестиваль принял участие в торжественном концерте, посвященном конкурсу «Пасха Красная» в Санкт-Петербурге, где портавей Дмитрий Кулигин, наш художественный руководитель фестиваля, был одним из членов жюри. Также немаловажно для нашего фестиваля в июне состоялись выпускные экзамены нашей школы знаменного пения. А я снова хочу напомнить нашим радиослушателям, что при фестивале существует школа знаменного пения, где можно научиться вот той древней певческой традиции, возрождением которой как раз и занимается наш фестиваль. И можно записаться в школу знаменного пения. Сейчас как раз уже стартует новый набор. И я также напоминаю, что и из Екатеринбурга есть учащиеся в нашей школе. Поэтому расстояние непрепятствия у нас есть и онлайн-отделение в школе. Поэтому мы приглашаем всех, кто заинтересован в этом певческом искусстве. Приходите к нам, записывайтесь. Записаться можно на официальном сайте нашего фестиваля www.fvdefisistoki.ru Ждем ваших заявок там на сайте. Сейчас крупнейшее мероприятие июня – это колокольные мероприятия. И вот ближайшее из них – это как раз мероприятие, которое состоится в День Святой Троицы 23 июня. Впервые в Пскове фестиваль организует совместно с Псковской епархией и по благословению митрополита Псковского Тпорховского Арсения фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом». Для Пскова это очень знаковое мероприятие, поскольку впервые на Троицу запланированы такие массовые празднества, которые, так сказать, станут достойным обрамлением такого важного и знакового праздника. Насколько вы знаете, в Пскове кафедральный собор, он как раз троицкий, то есть он освящен в честь Святой Троицы. Поэтому этот праздник особенно важен для Пскова. В программе мероприятий что? В основном мастер-классы, концерты? Хочется отдельно остановиться на программе мероприятий. Конечно же, начнется фестиваль непосредственно в Троицком соборе Псковского Кремля. Откроется он в праздничной божественной литургии, которую возглавит митрополит Псковский Порховский Арсений. И уже за литургией прозвучат первые колокольные звоны нашего фестиваля. Непосредственно праздничная программа начнется после божественной литургии в 12.30 на звоннице Псковского Кремля. Мне хочется отдельно поблагодарить за сотрудничество, которое сыграло важную роль в организации этого фестиваля, и настоятеля Троицкого собора, и старшего звонаря Троицкого собора Олесю Шубина, которая очень помогла нам в организации этого мероприятия. И вот так же хочу отметить, что всегда очень радостно видеть, как интересы загораются в каких-то других местах, городах, где мы прежде не организовывали мероприятия, и как люди проявляют интерес и просят нас помочь организовать какие-то свои созвучные нам идеи. То есть вот такое сотрудничество всегда очень ценно и радостно. Вот так получилось как раз и с Псковым. То есть это какое-то общее дело, основанное на общем интересе, которое как раз даёт такие богатые плоды. После Троицкого собора звоны продолжатся по многим звонницам и храмам Псковы, и мы организовали как раз маршрут этого фестиваля таким образом, чтобы люди смогли поучаствовать сразу во многих или даже во всех местах, где будут проходить праздничные звоны. Вот после Свято-Троицкого кафедрального собора звоны прозвучат в церкви Успения Божией Матери на Вижском проспекте, затем переместятся в храм святых жен Мироносец, а после прозвучат и в Снятогорском женском монастыре. Затем праздничные звоны прозвучат в храме святого благоверного князя Александра Невского, и завершится колокольный звон в храме святого великомученика Дмитрия Солунского. Там же произойдёт и торжественное закрытие фестиваля колокольного звона. Подробное расписание по часам, по времени, с точными адресами всех этих храмов можно также найти на нашем официальном сайте фестиваля. Повторюсь, fv.defis.istokia.ru И также какую-то информацию можно уточнить по нашему телефону. Плюс семь, девятьсот одиннадцать, девятьсот пятьдесят семь, пятьдесят три, семьдесят три. Помимо Псковского фестиваля колокольного звона, будут мероприятия в июле. Это звоны над сверью, тоже хотелось бы спросить радиослушатели. Может быть, наши поедут в Питер и могут поучаствовать в фестивале, совершенно тем более бесплатный и доступный вход. Совершенно верно, именно об этом и хочу сказать дальше. После июня далее значительные мероприятия пройдут уже в Тихинской епархии. Традиционно уже не первый год наш фестиваль поддерживает крестный ход «Путь Богородицы», который проходит по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. И наш художественный руководитель в фестивале «Истоки» отец Дмитрий Кулигин, краса по благословению Санкт-Петербургской епархии, является представителем этого крестного хода. Традиционно состоится концерт колокольного звона в Аятском монастыре 2 июля, утром после Божественной литургии. Далее, как раз по пути крестного хода, последует наш фестиваль, и колокольный звон состоится в день явления Тихвинской иконы Божией Матери. Тут особо стоит отметить, что это большой праздник для Тихвина, поскольку в этот день будет праздноваться уже 20-летие со дня возвращения Тихвинской иконы Божией Матери, будет патриаршая служба и большие праздничные мероприятия. Конечно же, наш фестиваль будет традиционно сопровождать эти мероприятия колокольным звоном. Поэтому приглашаем всех на это важное мероприятие, очень стоит посетить. А далее, уже в конце июля, 27-28 июля, состоится, опять же, традиционно, уже не первый год проводимый нашим фестивалем, концерт колокольного звона «Звоны над Севелью». И я также хочу напомнить, что мы продолжаем принимать заявки на участие от звонарей. И вот в Севель не первый год уже приезжали, в том числе и участники из Екатеринбурга. И мы будем рады снова в этом году видеть звонарей и участников, в том числе и из Екатеринбурга. Опять же, прошу всех обратить внимание на наш официальный сайт, где мы принимаем заявки на участие. Это такие самые главные, ключевые мероприятия, связанные с колокольным звоном, которые состоятся в июле. И расскажите, пожалуйста, о мероприятиях в Екатеринбурге. Это тоже будет свой фестиваль «Истоки», но уже в Уральской столице в октябре или в ноябре. И какая примерная программа уже запланирована? Да, в прошлом году в Екатеринбурге у нас прошли очень важные, масштабные мероприятия. Мы долго готовили эту программу и действительно получилось очень насыщенно и интересно. В прошлом году эти мероприятия проходили в октябре-начале ноября. И участвовали не только певческие коллективы, но и звонари. Были также мероприятия по древнерусской каллиграфии. И мы, конечно, надеемся, что в этом году масштаб не убавится, а может быть даже будет еще больше и интереснее. На данный момент как раз у нас формируется программа в Екатеринбурге. Ведем активные переговоры, поэтому о конкретных датах говорить еще рано, но у нас насыщенные планы. Кто в этом году участники фестиваля? Это в основном любители искусства древнерусского пения, колокольного звона? Да, участники из года в год. У нас есть, так сказать, постоянные участники, которые как уже из года в год постоянно с нами. Для них уже стала какой-то неотъемлемой традицией участвовать в наших мероприятиях. Есть и новые участники, с которыми мы как раз знакомимся благодаря фестивалю. И вот мы надеемся, что в этом году тоже будет еще больше новых участников. Потому что мы всегда открыты к новым знакомствам, к новым участникам. И всегда рады, когда появляются заинтересованные, действительно горящие этой идеей люди. И вот тоже хотела спросить. Написано в афише. Концерт на звоннице храма. Как можно на звоннице делать концерт? Интересно. То есть это новая такая задумка, идея? Или это наоборот удобно, что выступающие возвышаются над аудиторией, над зрителями? Да, вы правы, это действительно интересный вопрос, что вообще касается именно того, чтобы называть концертом, то, что касается церковных искусств, пения или колокольного звона. Тут действительно есть свои нюансы. То есть, например, когда мы говорим о концерте знаменого пения, мы всегда делаем оговорку, что для нас это в первую очередь даже не концерт, а встреча. То есть мы встречаемся, чтобы обменяться молитвой, обменяться тем, как мы проживаем это пение, эту молитву и поделиться друг с другом. Потому что у нас не раз такое бывало в программе наших певческих концертов, что исполняли одно и то же песнопение. И казалось бы, оно должно было звучать одинаково, но можно было поразиться, насколько по-разному разные люди воспринимают одну и ту же мелодию. То есть это не значит, что кто-то ошибается, а кто-то прав. Это как раз и даёт тот опыт проживания, традиции, что и особенно ценно на таких встречах. И это же касается и колокольного звона. То есть тут, наверное, слово «концерт», оно в некоторой мере условно. Потому что концерт колокольного звона – это как раз то, что позволяет услышать не просто колокольный звон, как он вписан в ту же богослужебную практику. То есть обычно колокольный звон довольно непродолжительный и звучит какой-то один колокольный звон. А вот на таких встречах-концертах, когда можно услышать сразу несколько исполнителей, каждый из них звонит в своей традиции, в своей школе, это тоже позволяет обогатить свой опыт понимания колокольного звона. И здесь концертная форма, она как раз и позволяет глубже погрузиться в традиции, узнать больше. К тому же на наших концертах колокольного звона, особенно если они приурочены к каким-то праздникам, датам, мы также даём какую-то информацию, представляя колокольный звон. То есть опять же, это невозможно услышать, когда колокольный звон вписан в службу. Вы не узнаете, что за колокольный звон сейчас звонит, почему он так называется. Мы несем какую-то просветительскую функцию. То есть наши мероприятия, они не просто концертные, они скорее культурно-просветительские. И в этом тоже их уникальная черта. Да, очень здорово, что фестиваль существует и развивается. Я жду нашей встречи в Екатеринбурге, прийти, записать репортажи, может, несколько. А пока нашим слушателям напомню, что сегодня я беседовала с творческим директором Всероссийского фестиваля православных певческих традиций колокольного звона Истоки Маргариты Чувикиной. И для тех, у кого есть возможность побывать в Пскове на День Святой Троицы, напомню, что 23 июня, в этот один из двунадесятых праздников, состоится фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом». Конечно, это идея пятого Всероссийского фестиваля православных певческих традиций колокольного звона Истоки. Да, взаимно, Виктория, очень жду встречи в Екатеринбурге и благодарю всех наших слушателей за внимание. И напоминаю, что подробную информацию о всех наших мероприятиях, грядущих и прошедших, можно посмотреть на нашем официальном сайте pv.fizistoki.ru. Также можно подписаться на наш канал YouTube, где мы выкладываем видеозаписи наших мероприятий. И, конечно, ждем всех на наших мероприятиях. В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До свидания.